Официальные партнеры программы «Новости дня» – компания «Линия неба». На ТВ Коме информационная программа «Новости дня» О том, что произошло в нашем городе сегодня, расскажу вам я, Мария Латышева и корреспонденты ТВ Кома. И вот, что ждет вас в выпуске. Однако потерпевшая, не желая оставаться своим имуществом, оказала активное сопротивление. В Улан-Удэ будут судить мужчину, который убил женщину из-за норковой шапки. Все ЧП покажем в горячей линии ТВ Кома. Я выражаю большое спасибо АО «Содействие» за передачу нам нового автомобиля для отправки в «Найс-Волк». Очередной новый автомобиль из Бурятии передали в зону проведения специальной военной операции. И они нам, девочки, показали, что можно закупить сетку «Дели» и на ней вязать уже как бы узором «Джи». Держат руку на пульсе, городские ТОСы продолжают ежедневно помогать нашим бойцам. В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, который убил женщину из-за норковой шапки. Расправа произошла 15 лет назад, однако задержать нападавшего удалось только сейчас. Подробности в нашей постоянной рубрике «Горячая линия» Руслан Хороших продолжит. Убийство женщины произошло в далеком 2008 году. Ранее судимый мужчина пошел в магазин. Свою жертву в норковой шапке он заметил на улице за овражное. Головной убор ему приглянулся. Злоумышленник догнал женщину, попытался сдернуть с нее головной убор, однако потерпевшая, не желая расставаться со своим имуществом, оказала активное сопротивление. Тогда обвиняемый нанес потерпевшую три удара ножом в грудную клетку, похитив норковую шапку и кошелек женщины. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Помогли лабораторные исследования. Совпал биологический материал обвиняемого с генотипом, изъятым на месте преступления. Выпиющий случай произошел сегодня в парке Орешково. Утром неизвестные облили черной краской бюст героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова. К вечеру сотрудники дирекции по паркам устранили последствия вандализма. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусматривающего ответственность за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества. В Улан-Удэ вновь поймали пьяного водителя. В чат ГИБДД поступило сообщение от горожан, что по левому берегу разъезжает выпивший мужчина. При проверке документов от водителя исходил характерный запах алкоголя. Сотрудниками госавтоинспекции водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В центре столицы загорелся заброшенный гараж, а точнее мусор в нем. Чуть больше 20 минут ушло на полную ликвидацию возгорания на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Поселок Оршан Тункинского района топит. Частично под водой оказались 5 участков. Однако потоки сносят даже деревья. Некоторые дороги размыло. Планируется проведение заседания КЧС и ОПБ Тункинского района. В готовности находится пункт временного размещения граждан на базе школы вместимостью 140 человек. Осадки продолжаются. Ситуация находится на контроле спасателей. Руслан Хороших. Новости дня. В Бурятии ухудшается гидрологическая ситуация. В границах Улан-Удэ растет уровень воды в реках Селинга и Уда. По прогнозу синоптиков ситуация может усугубиться. Уровень Селинги за сутки вырос на 16 сантиметров. Сейчас 79. На реке Уда уровень воды составляет 119 сантиметров плюс 6 сантиметров за ночь. ГОЧС города установили вешки для мониторинга на реках. Как и в прошлом году, они появились у Удинского моста на торговом центре «Пионеры» и Степной протоки. Председатели левобережных СНТ и ДНТ, входящих в зону риска, уже предупреждены и будут оперативно отрабатывать погодные сводки и следить за уровнем воды. От большой воды к пожарам лесной спецназ «Бурятия» отправился в Якутию. Сейчас там сложная пожарная обстановка. В республике тушили 98 лесных возгораний на площади более 70 тысяч гектаров. На всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в регион выехало 20 специалистов Багдаринского, Бечурского, Сосново-Озерского и Улан-Удэнского авиаотделений. В Якутии ребята уже работают на пожаре. То есть вчера по прибытию сразу вертолеты Ми-8 доставили на пожары. То есть все пожары удаленные, действуют в труднодоступной местности. То есть специалистов наших забрасывают с помощью вертолетов. Если говорить про, например, Хабаровский край, то за время работы, а работают они там с 24 июня, наши специалисты потушили уже два лесных пожара. То есть пожары также крупные, сложные. Помимо Якутии, 48 специалистов из Бурятии тушат лесные пожары в Магаданской области. Еще 20 человек продолжают работать на сложных возгораниях в Хабаровском крае. Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу. Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе на участие в специальной военной операции, после окончания смогут выбрать, получать ранее назначенную выплату или уже с учетом нового стажа. Отмечается, что после того, как такие завершат службу по контракту или по мобилизации, им может быть назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа. Для этого потребуется лишь подать рапорт в свое ведомство. В Бурятии торжественно наградили арендаторов, которые оказали помощь семьям военнослужащих. Благодарственные письма вручили 16 индивидуальным предпринимателям. Подробности в следующем материале. Одним из тех, кто получил благодарственное письмо за помощь, стал Игорь Нуреев. Благодаря его ИП дрова получили 30 семей военнослужащих. В дальнейшем тоже возим дрова местному населению. Так что любое время могут обратиться любым мобилизованным. Дрова есть. А каким образом к вам можно обратиться? Как о вас узнать? Ну, у нас они знают базу Грузинскую и Пануреев. Они знают, куда прийти. Пожалуйста, любое время. В прошлом году твердым топливом обеспечили 3760 семей мобилизованных. Объем поставленных дров составил 39 686 кубометров. В том числе арендаторами поставлено 6930 кубических метров дровяной древесины. 18 лесхозов занимались этой работой и продолжают заниматься этой работой. Объем поставленных дров лесхозами 5780 для 503 семей. Арендаторы и лесопользователи наши находят возможности, средства оказывать всяческую поддержку. Как дрова семьям мобилизованных наших граждан Республики Бурятия Российской Федерации. В прошлом году также, в том числе, безвозмездно была оказана помощь по обращению Министерства обороны в поставке пиломатериалов для обустройства различных сооружений, в том числе отправки техники в зону специальной военной операции. Также дополнительно и безвозмездно 86 кубометров дров предоставили семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Екатерина Иллистратова, Андрей Слепнев, Сергей Петров. Новости дня. Продолжают помогать нашим бойцам и городские ТОСы. С самого начала спецоперации они массово производят маскировочные сети для техники, шьют балаклавы и другое. Сколько отправили гуманитарной помощи и что сейчас требуется неравнодушным людям, в материале моего коллеги Базара Юшеева. Микрорайонный сток в бывшем здании амбулатории, переданном городом в безвозмездное пользование, не покладая рук, трудятся ТОСовцы. Небольшой, но дружный коллектив возглавляет Екатерина Александровна. Она и ее соседи, жители микрорайона, помогают нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Шьют все, от балаклав до маскировочных сетей для техники. Ручные изделия не отличаются от заводских. Если раньше мы вязали, как называется теперь, узлы Победы, мы просто навязывали лоскоточки на сети, теперь мы съездили к нашим соседям в ХОТБЕ, и они нам, девочки, показали, что можно закупить сетку Дели и на ней вязать уже узором Джи. Это больше похоже на заводскую маскировочную сеть. Помимо производства, активисты собирают и гуманитарную помощь. С такой же целью объединились и в ТОС Вакжаново. В этом приспособленном помещении трудится около 20 человек. В основном сюда приходят после работы. Председатель рассказывает, что производство стало на рельсы, как на заводе. У каждого есть свои обязанности. Одни кроют, другие шьют. Еженедельно к ним обращаются военнослужащие за необходимыми вещами. Ну вот сейчас, допустим, на сегодня мы уже собрали одну помощь на четверых. И вот сейчас, который я подсуну, буквально один еще остался, дошью, должна вложить. И буквально через час к нам должна подъехать и уже забрать. Хоть производство у многих уже поставлено на поток, поддержка не помешала бы. Закупка материалов и необходимых вещей выходит в копеечку. Ведь по большей части это дело благотворительное. Мы всегда призываем, что наших жителей нашего микрорайона, с нашего ТОСа, что с других ТОСов, да, чтобы могли финансовую помощь так оказывать. Хотя в любом случае мы всех благодарим за любую непосредственную помощь. На сегодняшний день работают наши активисты, если более точно говорить, это ТОС «Исток», ТОС «Вакжаново» и ТОС «Площадка». За это время, вот начиная с октября прошлого года, конечно, многое сделано усилиями нашего народа, населения города Ландей. И хотел бы сказать большое спасибо тем людям, которые сегодня помогают. За все время ТОСами у Лан-Удэ было отправлено более шести тонн товара. И они дальше помогают вносить вклад в общую победу. Если вы хотите помочь, но не знаете как, то обратитесь в местное территориальное самоуправление. Они будут рады любому содействию. Номера указаны на экране. Базра Ившиев, Бату Гармын, Новости дня. В зону специальной военной операции из Бурятии отправили еще один автомобиль. Кто его закупил и какие задачи будет выполнять техника, расскажет моя коллега Юлия Пермякова. Новый, беспробежный, полноприводный Соболь. В самое ближайшее время он отправится в зону спецоперации. Его купили представители ОНОСа действия почти за 2 миллиона рублей. Отличительной особенностью данной машины является то, что она обладает полным приводом. При этом она большая, емкая, вместительная и надежная. Хотелось бы отметить, что поставщик, который нам передает сегодня эту машину, ведет на себя также дополнительные обязательства. Это оснащение за собственный счет специальной грязевой резюме. Также он осуществляет диагностику узлов ходовки моторного отсека. И в случае обнаружения каких-то определенных моментов, что было, скажем так, прямо не докручено с завода, он это все устраняет. Автомобиль повышенной проходимости станет незаменимым помощником нашим бойцам на передовой. Это уже не первая единица техники, которая в новом состоянии отправляется за ленту. Грузовой автомобиль рассчитан на перевозку личного состава, а также, конечно, провизии и боеприпасов. Уже 8 таких новеньких Соболей оно содействие отправило в зону спецоперации. И в ближайший месяц еще две машины также отправят на СВО. Юлия Пермякова, Батогармын, Новости дня. Продолжая тему, за первый месяц работы в Бурятии фонд «Защитники Отечества» принял более тысячи обращений. Большая часть касалась мер социальной поддержки, вопросов денежных выплат и оформления документов. О работе фонда расскажем далее. Во всех регионах страны по поручению Владимира Путина были созданы филиалы фонда «Защитники Отечества». Задача организации – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. Запросов поступает много. Чаще всего они касаются получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, психологической или юридической помощи, переобучения и трудоустройства. Я хочу, чтобы в этот фонд все ребята и их близкие приходили как к себе домой, чтобы двери были всегда открыты, чтобы те люди, которые работают в нашем фонде, были всегда готовы принять и оказать помощь. Сегодня 39 человек уже отобраны, они прошли специальную подготовку, будут здесь работать на постоянной основе. Но главное – это не только фонд, главное – это все мы вместе с вами, это все наше общество. 37 социальных координаторов филиала принимают в работу все обращения от подопечных фонда. Из 908 вопросов уже отработано 700. Наша категория, которую мы сопровождаем на протяжении всего времени, это ветераны боевых действий, которые уже демобилизовались и сейчас здесь находятся, и семьи погибших. Поэтому мы сопровождаем полностью вот эту категорию людей, от их прихода к нам до решения их проблем. То есть получается так, что сейчас какой-то вопрос у них возник, мы его решили. Но семья не снимается с нашего сопровождения. Дальше вопросы появляются в течение какого-то времени. Мы снова с ними. Социальный координатор сопровождает как бы один и тот же. Работа социальных координаторов организована в каждом районе. Главная особенность центра – полное сопровождение по всем направлениям. Для удобства каждого клиента составляется индивидуальный план. При приеме, когда приходит посетитель, мы можем предложить услуги юристов. У нас заключено соглашение с управлением юстиции. И в течение всего рабочего дня у нас здесь находится выездное рабочее место юристов разных, федеральных и региональных структур. Работа эта отлажена очень хорошо. В течение всего дня у нас осуществляется прием. Поэтому здесь как бы вопросов нет. Любые вопросы, связанные с юридической направленностью, решаются. Благодаря таким центрам, получая всестороннюю помощь, теперь гораздо проще. Ведь, как мы убедились, в одном месте есть все необходимые службы. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Баннеры, вывески и другие рекламные конструкции стали темой обсуждения депутатов Горсовета. Сегодня состоялось заседание Комитета по градостроительной политике. Чем остались недовольны депутаты, расскажем прямо сейчас. Недовольство депутатов Горсовета вызвало работу городского комитета по архитектуре и градостроительству. Вывески, баннеры, рекламные щиты. Вопрос завязался вокруг их собственников. Организация перестала работать, и магазин там был, или еще что-то там было, а вывеска осталась уже, чтобы они тоже убирались. Не только убирались, но и платили в городскую казну. Контрольно-счетная палата выявила целый ряд нарушений по эксплуатации рекламных конструкций. Бюджет города серьезно недополучает из-за того, что Комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ не наладил четкую работу заказчиками и подрядчиками. От начала торгов заканчивая введением деятельности подрядными организациями, которые эксплуатируют эти рекламные щиты. Допущены ряд нарушений со стороны заявителей, которые должны были вести эту деятельность. По предложению счетной палаты депутаты Горсовета рекомендовали Комитету по градостроительству создать рабочую группу, чтобы устранить недочеты. Архитектурный облик города – вопрос серьезный. Столица нашей республики должна выглядеть красиво, эстетично и присутствуют какие-то национальные колориты. Об этом мы всегда говорим, но ничего для этого не делаем. На ближайшем заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета также поднимут вопрос об архитектуре города и отчислениях в бюджет от рекламных конструкций. Мария Латышева, Алексей Ромашов, Новости дня. Также депутаты Улан-Удэнского городского совета провели выездное совещание по наказам избирателей. Вопросы касались узаконения земельных участков и непроизвольного захвата земель. Андрей Слепнев подробнее. На улице Железнодорожная люди проживают в частных домах с 1994 года. Ранее они были ведомственные, построены законно в СЖД. Часть из них чуть позже приватизировали местные жители. А вот при оформлении земельных участков возникли проблемы. Толкнулись с проблемами, что нам стали отказывать в этом. И вот сейчас мы обратились, получается, в администрацию, чтобы наш вопрос дальше сдвинулся. Дело в том, что тут через улицу земля у всех приватизирована. А вот как бы остальным идет отказ. Все дело в том, что земля не находится в зоне, разрешенной для строительства. Часть хозяйств так и вовсе расположена на территории около воинской части. Другими словами, в запретной зоне. Приняли решение разобраться и помочь жителям оформить землю. Но прежде чем оформить землю, нам нужно вопросов несколько решить. Что касается со стороны депутатов, это подготовить решение соответствующему комитету и принять решение со стороны депутатов о переименовании зоны из рекреационной в зону индивидуального строительства, где можно возводить жилые дома. Также, чтобы жители смогли оформить участки, нужно будет решить вопрос с Министерством обороны об изменении запретной зоны. А вот в 107 микрорайоне в ДНТ Алтан местные жители строились, что называется, по колышкам. В прошлом году выяснилось, что люди сделали непроизвольный захват земли, получив предписание от земельного комитета. Мы заплатили минимальные штрафы и нам сказали убрать. Вот ограждение было вот так, как нам сказали, убрали соседей. И мы тоже убрали. У нас, вот у меня вон зеленые крыши, у нас теплицы стояли, еще что-то, мы все убрали. А вот забор не можем убрать, потому что вот кадастровый инженер после приема у вас, да, он уехал в командировку на неделю, как приедет, поставит как положено, тогда мы снесем и забор. Проблема в том, что у многих на так называемых захваченных землях стоят дома. Депутаты горсовета намерены совместно с городской администрацией провести в соответствии документы, для того, чтобы жители по возможности могли не убирать свои постройки. Красная линия остается на месте, просто от красной линии в 3 метра как минимум должен был быть отступ, чтобы дом был построен по стандартам, которые идет. А так как эти дома уже построены, да, вот еще документы есть, то мы идем к тому, чтобы не отодвигать красную линию, чтобы не шло. Красную линию не вставляем, чтобы они вошли в территорию, вот это за красную линию не выходили. Там в некоторых местах по 30 сантиметров, которые вылезли, вот говорят, жители говорят, что они могут убрать, оставить, мы могли. И таким образом, чтобы их не заставляли дальше сносить вот эти дома, потому что люди уже много лет живут. Депутаты будут держать этот вопрос на контроле до его полного решения. Андрей Слепнев, Жаргаут Серендашиев, Новости дня. Прямо сейчас реклама, и вот что вас ждет во второй части выпуска. Заканчивается бетонирование последних блоков, идет реконструкция старых блоков. Реконструкция театра Ульгер идет полным ходом. Завершают восстанавливать фасад здания. Эта картина первая поступила в художественный музей имени Целинжапа Санпилова. В музее Санпилова презентовали альбом буддийской скульптуры и книгу изобразительного искусства. Ровные, как гладь океана, притягивающие взор, как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной, линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Гостевой дом «Байкальский маяк» приглашает вас окунуться в атмосферу уюта и активного отдыха. Благоустроенные номера, домашняя кухня, русская баня, прогулки на катере в Дальте-Селинги, путешествия на необитаемые острова, рыбалка. Проведите это лето с нами. Гостевой дом «Байкальский маяк». Звоните 65 10 10. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок, точно знает завод пластиковых окон компания «Ялан Групп». Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия и наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. «Ялан Групп». Быстрый замер по телефону 37 17 71. Новости дня на ТВ Коми. В студии Мария Латышева мы продолжаем. В России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тысяч рублей. Законопроект подготовил Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Инициативу поддержали во фракциях, а также зоозащитники. По их словам, в интернете становится все больше роликов с издевательствами над четвероногими, которые необходимо заблокировать. Статистика МВД проблему подтверждает. Из 700 случаев жестокого обращения с питомцами, зафиксированных в прошлом году, лишь 76 россиян были привлечены к ответственности. Реконструкция театра «Ульгер» идет полным ходом. Сейчас завершается восстановление фасада здания и установка пожарной системы. Когда он откроет свои двери, расскажет Базыр Айшеев. Обновление культурного здания театра «Ульгер» продолжается. Когда-то существовавший проект на бумаге постепенно начинает воплощаться в жизнь. Заканчивается бетонирование последних блоков, идет реконструкция старых блоков, которые выходят в сторону Ленина. Мы не останавливаемся, идет обустройство внутренних перегородок, черновая отделка, обустройство черновых полов. Обновленный театр будет состоять из девяти блоков, пять старых и четыре новых. Работа по их возведению завершена на 90%. Параллельно с каркасными работами началось строительство пожарной системы. По стандарту каждый новый объект должен включать в себя пожарный резервуар. У обновленного театра он будет располагаться вот в этом месте, и его объем составит 500 кубов. По словам подрядчика, он будет самым большим в центре города. Его хватит, чтобы полностью ликвидировать пожар за считанные секунды. Как утверждают строители, работа идет в графике, но осложняет ее само здание. Старая постройка театра Ульгыр относится к объектам культурного наследия, поэтому монтажники вынуждены использовать только ручные инструменты, дабы избежать повреждений. Ориентировочная сдача первого этапа, конец текущего года, 23-го, где будет полностью выполнен тепловой контур, выполнена черновая отделка, благоустройство. В следующем году планируется уже поставка технологического оборудования, обустройство сцены, чистовая отделка с дизайнерским проектом. Открыть свои двери театр планируют в первой половине 24-го года. Только тогда маленькие куклы смогут переехать в свой новый большой дом. Базаревшиев, Бату Гармын, Новости дня. В парке Юбилейный начали капитально ремонтировать пруд. Средства на это выделила администрация города. Предполагается, что работы продлятся до конца июля. Будет полностью заменена обшивка самой композиции «Лотос». Ну, то есть, мы все видим, он состоит из лепестков, сам цветок. Он сделан был из композитных материалов. В настоящее время ведется уже монтаж нового покрытия этого «Лотоса». Также будет отремонтирован днище основания бетонного самого пруда, в котором будет предусмотрен и установлен циркуляционный насос. Насос будет с фильтрами для очистки воды. По-другому дезинфектор. На самой конструкции проведут антикоррозийную обработку и заменят поврежденную керамическую плитку. Вдобавок установят новую подсветку пруда для освещения «Лотоса» ночью. Запастись дровами заранее. Законом Бурятии определен норматив заготовки древесины. Он составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40. Жители республики могут воспользоваться несколькими способами заготовки твердого топлива, в том числе в период действия особого противопожарного режима. Разумеется, соблюдая правила безопасности. Дрова – это не только сухостойная древесина. То есть в руку может отводиться спелая перестойная древесина. Она сырая. То есть требуется немножко подсушки перед тем, как ее топить. Чтобы не было ажиотажек осенью, что кому-то не хватает сухих дров, надо сырых, не можем топиться. Чтобы люди это понимали, как говорится, но и заранее заготавливали. На сайте Бурприроды определены места, откуда местные жители могут забрать древесину по ценам ниже рыночных. Список мест сбора валежника, где люди могут находиться в условиях особого противопожарного режима, определен Ралхом. В случае, если возникают вопросы, как проехать к месту, можно обратиться в ближайшее лесничество. В музее Сампилова презентовали альбом буддийской скульптуры Буреате и книгу изобразительного искусства. Издание подготовили к столетию республики. Какой интерес они представляют для ценителей, расскажем далее. Эта картина первая поступила в художественный музей имени Целинжа Сампилова. Под номером один. Она у нас и числится под номером один. Самая первая картина в музее. С нее начался музей. С картины под названием «Любопытные быки» и начался музей имени Сампилова. Она так и числится под номером один. Теперь это произведение и остальные можно увидеть в новом сборнике, который издали к столетию Бурятии. В сборнике изобразительного искусства собрано более 200 работ. И что интересно, все эти картины можно увидеть здесь, в музее имени Сампилова. Как, к примеру, вот эту работу Аллы Цибиковой. Она была выбрана в качестве обложки для книги. Презентовали и еще один альбом, в котором отражены скульптуры музея. Представленная здесь скульптура является уникальной, потому что неповторимы они, своеобразные. Потому что есть очень много других скульптур, действительно. Но именно бурятские работы отличаются своеобразием, своей уникальностью. Вот перед вами Майтрея, великолепная эта скульптура. Она хотя небольшого размера, но очень внушительно по своему виду. Сразу такое впечатление монументальности создает. И здесь очень много не только образов божеств, но есть образы учителей, известных учителей, бурятских лам, выдающихся бурятских лам, которые очень много сделали для развития буддийского учения. Книги изданы в небольшом тираже. Два альбома по 500 экземпляров. Так что приходите в музей имени Сампилова, чтобы их увидеть. К тому же в конце июля откроется еще одна новая выставка «Страна изумрудного Будды». Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня. 7 июля в этнографическом музее пройдет фестиваль «Ночь Йохара». В связи с этим МУП-городские маршруты решили увеличить количество автобусов на маршруте номер 37. К четырем «Волгобасам» будут добавлены еще два автобуса большой вместимости. В гормаршрутах отметили, что данная мера принята для того, чтобы каждый участник мероприятия мог без труда добраться до места назначения. Свежие красивые цветы ко дню семьи, любви и верности. Где в нашем городе можно найти букеты по низким ценам, расскажем далее. Уже в эту субботу, 8 июля, будем отмечать День семьи, любви и верности. В этот праздник принято поздравлять своих близких. И в цветочной базе «Роза» на проспекте автомобилистов основательно подготовились. Здесь представлен выбор цветов на любой вкус. К этому замечательному празднику цветочная база «Роза» приготовила для наших клиентов специальное предложение. У нас вы можете приобрести розы по 150 рублей, хризантемы по 180 рублей. Также в дополнение к букету вы можете приобрести у нас замечательные игрушки, подарки. Можно выбрать как роскошный букет «Роз» для любимой, так и аккуратную композицию, ведь главное не подарок, а внимание. Свежие цветы можно заказать на сайте или в социальных сетях. Доставка работает быстро. Купить красивые и недорогие цветы можно в салоне на проспекте автомобилистов. Это торговый центр «Мебелин парк». Вас ждут ежедневно с 9 часов утра до 9 вечера. Не переключайтесь, в 20.10 выйдет новый, 104-й выпуск программы «Буддийская среда». Он посвящен мантрам. Моя коллега Алла Намсараева расскажет, что такое мантры, что означает это понятие и нужно ли получать особое посвящение, чтобы их начитывать. Не пропустите, будет интересно. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. В Улан-Удэ будут судить мужчину, который убил женщину из-за норковой шапки. Все ЧП показали вам в горячей линии. Озагонение земельных участков и непроизвольный захват земель в верхних тольцах проверили депутаты горсовета. Держат руку на пульсе. Городские ТОСы продолжают ежедневно помогать нашим бойцам. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала ВКонтакте, в Телеграме и в мобильном приложении пирс.тв. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю вам только хороших новостей. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307.